Так союзники не поступают, оказывается. Франция осудила и Австралию из-за разрыва контракта века. И отменяла торжества посольства Франции в Соединенных Штатах по случаю годовщины. Страшный демарш. Жуткий демарш. Кстати, а почему Европарламент не озабочен тем, как Америка с Англией ободрала как липку Францию? Ну ничего себе, 56 или 59 миллиардов долларов из кармана Франции перераспределяются в карманы Соединенных Штатов и Великобритании. Ну и мы же ответили, им все объяснили, Белый Думам объяснил принципы глобальной демократии французам. Есть многосторонние форматы с участием Парижа, а есть без. Ну да, какие могут быть претензии? Было ваше, стало наше. Я имею в виду 60 миллиардов почти долларов. А почему Европарламент не принимает гневные резолюции? Как теперь останутся без зарплат, без работы судостроители Франции? Они должны были для Австралии строить подводные лодки на 60 миллиардов долларов. А теперь так бах, и они не будут этого делать. И 60 миллиардов долларов не поступят в экономику Франции, а значит в экономику Евросоюза. А единственное, что они могут сделать, это отказаться принимать участие в каких-то там мероприятиях, правильно? Праздничных, обиделись, обиделись, очень сильно. У этого есть два фактора, но мы один обсудим еще, да, что означает вообще создание ядерного подводного флота у Австралии, и что это вообще такое за союзничество оформляется или развивается. Потому что я говорил неоднократно. Перспектива следующая. Они будут ужиматься до англосаксонского мира, до англосаксонских границ Британской империи, Канада, Соединенные Штаты, Британия, Австралия, Новую Зеландию подгрести под это. А Европу будут обдирать. Грабить будут Европу. Повторяю, для тех, кто не понял. Франция вот не поняла. Оказалась ограбленной. По поводу Местралии. Вроде бы для Франции это дело привычное. 15-й год сразу вспоминается. Там Франция пошла выполнять американское указание, разорвать контракт. Но это вообще было интересно, конечно, по этим Местралям. На самом деле во благо, конечно. Но что Франция получила за то, что она... Наше благо. Что Франция получила за то, что она разорвала контракт с Россией на Местрале тогда, так и осталось неизвестным. А так прогнулось. Потому что для нас, ну, в принципе, все очень удачно прошло. Потому что деньги вернули, штрафы заплатили. А кроме всего этого, наши военные, наши инженеры облазили сверху донизу во время строительства все эти Местралии. И мы получили всю технологическую документацию по этим Местралям. Так что дело было невероятно полезное для нас. Мы за бесплатно все технологии, в общем-то, получили. Ну, сделаем сами. Вот сейчас строятся наши российские, русские аналоги. Необходимые, с пониманием того, что нам нужно, а не Местралии. Так что я-то тогда еще, как только произошло, сказал, ну и хорошо. Прекрасную сделку нам подарили. Деньги мы не потратили, технологии получили. Ну и ладно. А что Франция-то с этого получила? Ну, спину от партнеров вот сейчас. Да. Так что вот так вот. Вы прокомментируете цены на газ. Прокомментирую сейчас. Но для того, чтобы понимать все, что происходит, нужно понять принципиальную рамку для этих событий. Соединенные Штаты и Британия будут уничтожать европейское хозяйство самыми разными способами. Почему? Потому что в рамках глобального кризиса перепроизводства, как сказал бы товарищ Маркс, а товарищ Маркс далеко не во всем был неправ. По крайней мере, в одной части понимания природы капитализма Маркс был прав. Так вот, в условиях глобального кризиса перепроизводства, уничтожения промышленно-технологических конкурентов является сверхзадачей собственного выживания. Поэтому Китаю подбираемся через Австралию и вообще думаем там, как же разобраться с Китаем, который стал глобальной промышленной производственной фабрикой. И извлекает из этого максимальный профит. С Китаем сложновато, можно и в рог получить. А вот с Европой не сложно совсем. Как будем грабить? Ну, во-первых, будем лишать ее доходных статей. Во-вторых, прекрасно же, как с газом-то получилось. Так вот обещали американцы задаром практически, за копеечку, поставлять невероятные объемы сланцевого газа в Европу. И главное, чтобы было рыночное ценообразование. Рыночное, понимаешь? Вот биржевое. Ничего скакнуло. Ну, сейчас так, немножечко назад сдвинулось от 950 до 750. Ну, знаете, какие радостные новости? В Британии уже остановили ряд заводов химических по производству удобрений. Кто не знает, все удобрения производятся из газа. Там основное сырье и основная статья затрат. То же самое сейчас те, кто не остановился в Европе, работают с огромным убытком. Кстати, Европарламент не озаботился, как на фоне таких биржевых цен на газ особенно хорошо чувствуют себя те страны, в которых вот такой биржевой газ является основным компонентом потребления. Ну, это Франция, Португалия, Испания. Бедная Франция. Сколько бед, да, выпало? Да, и подводные лодки не построит, 60 миллиардов не заработает. И по газу ей хуже всего. По сравнению даже с любимыми друзьями немцами или австрийцами. Ну, кстати, вот немцев тоже же хотели резко начать раздевать. Вся история по северному потоку, это, конечно, вред России. Но это главным образом была история по принуждению Германии к раздеванию. К тому, чтобы ее ограбить. Поэтому в истории с газом есть несколько компонентов. Есть как бы сам газ, которого стало не хватать, но это меньшая компонента. Есть вопрос инфляции долларовой, которая разгоняется, и которая идет в сырье важнейшее. То есть в то, что обладает реальной стоимостью. Смотри Маркса, опять же. А это прежде всего энергия, потому что она является основной компонентой в современном мире для производства. И обратите внимание, что растет не только газ, растет цена электроэнергии ломовым образом. Мне тут вот за Эстонию написали, как там хорошо живется. В Эстонии живется, наверное, хорошо. Только Эстония распаковала сланцевые электростанции. Это еще круче, чем угольные, понимаете? Это круче еще, чем угольные электростанции. И стонет теперь Эстония, простите за такую игру слов, стоны стонцев. Медленный. Хорошо получилось. Вот, стоны стонцев раздается о том, что, блин, электроэнергия страшно дорогая. Мы вступили в борьбу с белорусской АЭС, ничего там не покупаем, распаковали сланцы. Так нам же Евросоюз берет и долбит этими углеродными квотами и штрафами. И так это не безумно дорогая энергия на сланцах-то. А тут еще и штрафы. Ничего, нормально, Эстония, крепись. Не стони, эстонец. Все будет хорошо, говорит им Европарламент, принявший антироссийскую резолюцию. Ну, о том, что угольные электростанции в Британии консервировали, это я уже говорил. Мы уже обсуждали, да. Но вы поймите, вся вот эта климатическая истерия есть способ уничтожения европейской экономики и ликвидации для англосаксонского мира стратегического конкурента, занимающего рынок. Как вы думаете, кого быстрее смогут ликвидировать? Евросоюз или Китай? Европарламент торопится освобождать русский народ от тирании, а вот газета «За Сан» и автор книги «Пророк» торопится освобождать китайский народ от тирании Си Цзиньпина и Компартии. Совпадение. Не думаю, как говорит Дмитрий Константинович. Ну, раз уж мы вышли на даты, тут еще, понимаешь, тут все как-то по срокам совпало. Ну. Но и Трамп тоже говорит, что все. Что все. У них тоже все заканчивается. Все заканчивается. И что с этим делать? Понимаешь, мало того, что Франция разгневана, Китаю отмерили только 18 месяцев. Франция страшный, да, Дима Аршут, это мне понравилось. Он говорит, в праздники участвовать не будем совместно. Это мощный ответ, правда? Да, серьезный. А как там Макрон? Как грозил вообще? Как вообще буйствовал? Как он себя чувствует, интересно? Макрон-то. Что-то я не слышал заявлений Макрона прямых о том, как его кинули на 60 миллиардов. Вот. А так что там... Подожди, там высказался Жанн Ефледриан, глава МИДа Франции, о том, что Байден предал Францию точно так же, как и Дональд Трамп. Это жестокое, одностороннее, непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, что делал Дональд Трамп. Я разгневан, и зол так не делается между союзниками. Разгневан и зол. Какой ужас. Я так чувствую, как в Америке так прямо испугались. Ледриана, который разгневан и зол. Я разгневан и зол. Ну, давай к цифрам тогда, да? Соединенные Штаты пошли под откос. После выборов в 22-24 страны не останется. Это Дональд Трамп. Дональд Трамп сказал, что страны не останется после 24-го года. Вот. Кто о чем, понимаешь? Эти пророчествуют, что за 18 месяцев... Конец Китаю? Конец Китаю и свергнут Си Цзиньпина. Вот. А Дональд Трамп говорит, что в 24-м году конец Америки наступит. Но это понятно. Если Трампа не переизберут в 24-м году, то конец... То все, да? Я, кстати, думаю, что, ну, конец не конец, но грандиозный бадабум, вот, он вполне может быть, может быть, еще и до 24-го года. Потому что, понимаешь, конечно... Ты думаешь, раньше управятся? Конечно, это здорово стараться, например, ну, как бы грохнуть Европу и убрать ее как конкурента. Есть один вопрос. Если ты вот грохаешь Европу, то какие будут последствия, и не завалит ли тебя самого обломками? Потому что, конечно, вся эта система мировая, американская, она же глобальная, хозяйственно-экономическая, ну, шатается очень сильно, понимаешь? И это вот любая соломинка, как к тому верблюду, может хребет сломать. Ну, можно, конечно, попытаться грохнуть Европу или грохнуть Китай и даже нанести удар. А вдруг этот удар окажется таким, что, ну, такую пробоину создаст, что весь Титаник это... Ко дну? Ко дну. Ну, над этим они не думают. Ну, а Трамп, он, конечно, Трамп великолепный. Да. Вот произнес прогноз уверенно. Вообще, говорит, дело идет о существовании, речь идет о существовании Соединенных Штатов Америки. И до 2024 года может вообще совсем перестать существовать.